Начало сегодняшнего разговора тоже хотели бы проиллюстрировать московскими примерами. Это именно иллюстрации к теме городозащита и архитектурная критика. А вот как мы понимаем эту тему, не хотелось бы весь час говорить, хотелось бы только начать и перейти к диалогу. Это тоже уже короткая традиция фестиваля архитектурного наследия. Мы в Казани в прошлом году пытались именно модерировать тему вместе с залом, а вовсе не ограничиваться тремя или четырьмя монологами. Поэтому вот такой план. Я постараюсь побыстрее. На заставочной картинке нашей презентации рисунок сооснователя Архнадзора Александра Можаева. Мы не знаем, кто этот человек в углу. Возможно, это состарившийся Герасим, пожалевший Муму. Но это некие старинные палаты у храма Василия Блаженного. Это просто для настроения. Вот Саша всегда умеет такое настроение создать. Для тех, кто приезжает в Москву на Белорусский вокзал, она очень знакома. Это Никольская церковь, старообрядческая Никольская церковь, неорусская, начало XX века. И позади нее вот группа современных зданий. Это образ, наверное, мы можем говорить, что это образ, который вызывает, по крайней мере, споры. В Москве найдутся ценители этого решения. Его нельзя назвать неинтересным. Но вот тут мы подходим к нашей теме. Почему мы так назвали этот круглый стол или этот семинар? Городозащита или архитектурная критика? Потому что, когда начинается разговор в терминах архитектурной или художественной критики, когда сталкиваются риторические аргументы, замыливается что-то главное. А именно, возможно ли это было по закону? Вот тут и заключена, на наш взгляд, основная разница между градозащитной критикой и критикой художественной, и, в частности, архитектурной. Для того, чтобы этот контраст стал возможен, нужно было порезать охранную зону. Типовые случаи. Либо охранная зона режется, либо регламентный участок в пределах охранной зоны прописывается так, в том числе текстуально, чтобы стало возможным вот такое строительство. А мы знаем, что закон о наследии, базовый для градостроительной деятельности в охранных зонах, говорит, что на таких участках возможна только регенерация, расшифровывающаяся, в свою очередь, как восстановление, восполнение, воссоздание частично или полностью утраченных элементов историко-культурной или природной среды. Совершенно очевидно, что эти произведения регенерацией утраченных элементов историко-культурной среды не являются. Поэтому они могли бы быть построены либо с прямым нарушением закона, либо после изменения режима охранной зоны, либо после ликвидации охранной зоны на этом участке. Вот и все. Таким образом, и это основной тезис, очень простой посыл нашего сегодняшнего сообщения, архитектурная критика здесь не должна даже начинаться. Критика здесь должна быть, на наш взгляд, исключительно правовой. Я говорю «должна», это звучит категорично, но действительно мы имеем в виду именно это. Понимаете, когда мы переходим от правовых аргументов к альторическим, а еще точнее, когда мы, пропуская правовые аргументы, переходим к альторическим, мы тем самым легализуем любое строительство, легализуем любое архитектурное решение. Когда мы начинаем всерьез обсуждать качество этой архитектуры, всерьез обсуждать ее соотнесенность с старым памятником здесь стоящим, это и есть форма легализации того, что не должно было появиться в силу закона. Сказать, что охранную зону порезали и все стало законным, можно. Но тогда разговор переходит в еще одну плоскость. Каким образом мы удерживаем правовые режимы? Каким образом мы можем настоять на сохранении охранной зоны и тех режимов и регламентов, которые в них прописаны? Не может быть вырезана охранная зона, не может быть изменен произвольно регламент охранной зоны под заданный новый образ, под уже появившийся проект. И то, и другое противозаконно. То есть как строительство в нарушении режимов, так и строительство с изменением режимов. На наш взгляд, вот этот второй подход является квазизаконным, он является манипулятивным. Поэтому от вопроса, нравится ли нам это, городозащитник уйдет. Скажет, что это не могло появиться в силу закона. Вот и все. Таким образом, архитектурная критика для нас – это очень часто просто риторическая легализация вандализма. Я намеренно обостряю формулировки, ну потому что говорю сегодня об очень конкретных примерах. Вот это тот самый простой посыл сегодняшнего нашего сообщения. Я постараюсь ускориться и приведу пример гораздо менее известный. Это Симонов монастырь, от которого сохранилось примерно две пятых после сносов советского времени. В частности, все, что в левой части монастыря – колокольня, две левые башни, собор, вот примерно до святых ворот, обращенных к реке – это то, что снесено. Сохранные памятники начинаются вот, видите, с прямоугольной смотровой башни, несколько слева от речных ворот. И вот эта правая часть монастыря, примерно две пятых, она сохранилась. Лук перед ним – это государев лук, впервые упомянутый при Василии I во времена Андрея Рублева в начале XV века. В начале XVII века здесь даже фигурирует у него такое занимательное собственное название. Со временем произошло вот что, постарайтесь приглядеться, это Симонов монастырь с реки. В левой части кадра за деревьями прячется башня Дула, самая высокая, поэтому заметная справа над таким стеклянным корпусом колокольня церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове с могилой Пересвета и Осляби. То, что на переднем плане – это деградировавшая территория нефтяных складов Нобеля, а левее кортов стадиона Торпеда. Вот из этих двух частей в имущественном отношении состоит этот государев лук Симоново монастыря. И, конечно, Москва, тем более, что это, как сейчас говорят, в тренде, могла бы здесь создать такую парковую зону луговую, и это было бы совершенно естественно, мы этого ожидали. Но и промышленная зона попала под застройку, и, что еще более печально, спортивная территория попала под застройку. Сначала Торпеда приобрела одна из фирм Михаила Прохорова, и, видимо, город имел в виду, что частник будет поднимать стадион и получит за это право на жилое строительство на кортах, на малых спортивных территориях. В результате здесь стали появляться вот такие проекты. Какой из них утвержден, даже уже совершенно неважно. Справа башня Дула и торец Сушила, знаменитого памятника небоскреба XVII века, такого четырехэтажного здания. Кстати, на нашей выставке в Музее связи вы можете видеть стенд Симонов монастырь с этими пустующими памятниками. Вот что делают на лугу перед наполовину снесенным монастырем. Вот стадион Торпеда в одном из новых вариантов. Это вариант Дмитрия Буша. Тоже не столь важно, какой именно вариант будет утвержден. Но вот в верхней части кадра то самое строительство на кортах стадиона Торпеда. И, кроме этого, вот этот автор сохраняет ось продольную, которая держит связь с Новоспасским монастырем соседним. Вот эта старая фотография, на которой показан старый стадион, и в перспективе не Симонов, а Новоспасский монастырь. Но этой перспективы, конечно, не будет при таком жилом строительстве. А вот вид со смотровых ярусов ДК Зил, который, собственно, выстроен на месте собора Симонова монастыря и частично на месте его колокольни, и воспринял на себя функцию смотровой площадки. Вообще, Симонов монастырь – это царская смотровая площадка. Каждая башня обладает смотрильней. Вот снова башню Дула покажу. Справа двухъярусная смотрильня над шатром. А, скажем, вот эта башенка, да, слева от святых ворот, плоская, это царская смотрильня. Это башня, в которую государь, это был проект Федора Алексеевича, царя государя, мог бы подниматься для обозрения Москвы. И это была одна из пяти важнейших видовых точек всей Москвы, наряду с Кремлёвским балконом царским, мысом Таганского холма, где церковь Никита Заяуза и Леофонской подворье, Воробьёвыми горами, и что-нибудь пятое. Четыре, буквально четыре-пять таких точек. Панорама отсюда описана Карамзиным в «Бедной Лизе». Вот таким образом теперь даже функция смотрильной башенки, перешедшая к Дворцу культуры Зил, будет убита, потому что то, что вы видите в левой части кадра, это те самые луга, которые застраиваются сейчас жильём. Ну и чтобы вы не думали, что это всё просто чьи-то хотелки, вот процесс строительства. Башня Дула видна в центре. Это вид, это уже существующий вид на полуснесённый монастырь. И, ну, чтобы закруглить эту тему, единственное здание монастыря, которое используется, это церковь с трапезной, и используется она приходом для слепоглухих и слабовидящих. Какая-то издевательская ирония, да, то есть посетители этого прихода, ну, как будто не должны и не видеть того, чем их окружают. Возможно ли здесь архитектурная критика? Интересно ли вообще в этом контексте обсуждать какие бы то ни было варианты и какие бы то ни было фамилии архитекторов? На мой взгляд, это не имеет значения. Есть вариант Цимайла и Лишенко. Это такой московский тандем современный. Стадион, как я сказал, это Дмитрий Буш, один из специалистов по спортивному строительству. На наш взгляд, это все не имеет значения, потому что застройка Царского луга состоялась, несомненно, в нарушении охранного законодательства и просто по решению градостроительной земельной комиссии. Здесь вообще даже после разговора о правовых режимах следует разговор о тэпах, то есть технических параметрах, то есть о габаритах, которые правительство Москвы задает этому проекту, а архитектор должен в эти габариты помещаться. Но если тэпы таковы, то какой смысл в архитектурной критике? Я посещал заседание архитектурного совета Москвы именно по проектам, связанным с лугом Симонова монастыря. Академики архитектуры разводили руками. Они говорили, что мы, собственно, здесь обсуждаем. Соотношение простенков и оконных плоскостей, пропорций. О чем здесь вообще можно говорить? Давайте вы хотя бы компенсируете, предположим, монастырю это строительство. То есть как-то ему поможете. Вот к чему свелся разговор на архитектурном совете. Зачем нужен архитектурный совет, состоящий из действующих архитекторов и, может быть, тех самых архитектурных критиков. Для чего это? Какой в этом смысл? Мы этого смысла не видим. Я вот специально остановился подробнее на примере, который малоизвестен, но который, на наш взгляд, выпьет. Всего две картинки для актуальной истории Бадаевского пивоваренного завода. Он еще называется Трехгорным, но поскольку три горы на другом берегу реки и Трехгорка – это еще и фабрика, Прохоровская, то Трехгорный пивоваренный чаще называют Бадаевским. Это советское именование, в том числе для развлечения с Трехгоркой. Так вот, части этих зданий, постройки лучших архитекторов, начиная с Романа Клейна, буквально части одних и тех же зданий сносятся, будучи выведены из состава и территории памятников. Одно и то же здание, с одной и той же кладкой перевязанной, с одной и той же датировкой. Наполовину признана памятником, наполовину не признана. Наверняка вы слышали эту историю. И все для того, чтобы было куда поставить ноги вот этих лежачих небоскребов. Вот те краснинки, которые мелькают под этим лесом колонн, это то, что остается от Бадаевского пивоваренного завода. Фасады, обращенные во внутренний двор, замечательные. Я не буду их показывать, но все сделано ради вот этого. То есть сначала возникает проект, потом при переводе памятника из выявленной в реестровые, по экспертизе человека, которого мы все знаем, половины зданий просто отрезаются, и таким образом процесс архитектурной деятельности легализуется. Вы, конечно, слышали, или до вас доносились, в том числе из телевизора, отголоски архитектурной дискуссии, архитектурно-критические суждения по поводу этих лежачих небоскребов и этого леса струй, потому что это коммуникации, ну и лифты. Стало быть, это не имеет никакого смысла в этой ситуации. Любой разговор, любые риторические аргументы о том, насколько это интересно, талантливо, хорошо или плохо, замыливают главное. Это невозможно. По закону это вандально. Это одна из самых циничных и отвратительных историй современного вандализма. Архитектурной критике здесь делать просто нечего. Формулирую по-прежнему радикально. История 15-го года всем известная. На территории охранной зоны, а тем более буферной зоны ЮНЕСКО между Кремлем и Пашковым домом, невозможно капитальное строительство за исключением регенерации утраченных элементов историко-культурной или природной среды. Как это преодолевается московскими нормативами? Говорится, что скульптурное произведение ниже 24 метров не является капитальным строительством. Вот и все. Пишется такая бумажка. Оценивать качество лепки Салавата Щербакова не следует. Не следует, извините за еще раз сленг, не следует даже вестись на это. Не следует даже приступать к этому аспекту разговора. А следует сказать, что это невозможно. Это наша врисовка, врисовка Архнадзора, сделанная, когда проект еще обсуждался. То есть мы обратили внимание военно-историческому обществу на то, что фигуративное изображение в профиль не может стоять на оси Пашкова дома. Здесь может быть острая стела, обелиск. Здесь может быть колонна круглого сечения. Да, но человеческое извояние еще в боковом ракурсе невозможно. Могу рассказать вам как анекдот, что инициаторы этого проекта после этой нашей реплики на экране со слайдами, с линейкой стали рассматривать эту ось, искать ось Пашкова дома. Этого не было в голове. В результате удалось сдвинуть этот памятник на несколько метров с основной поперечной оси этого шедевра. И все. Это все, что удалось. Его можно было бы двинуть еще, но московским архитектурным начальникам захотелось оттенить его еще с той стороны какой-то лесопосадкой. Так что он выступил довольно сильно вперед. Еще раз, что здесь главное? Объединенная охранная зона Кремля-Пашкова дома равная буферной зоне объекта ЮНЕСКО. Здесь невозможно капитальное строительство. Московский норматив говорит, оно не капитальное. Церковь Петра и Павла на Новой Басманной. Автор ее эскиза по традиции считается Петр Великий. Итак, на первом плане Петр Великий, архитектор. На втором плане архитектор, которого я не помню. Это наша вырисовка. Это называется жилищный комплекс Басманный 5, за которым стоит Василий Анисимов, федерация дзюдо. Если вы думаете, что это шутка, то вот процесс строительства 18-этажного здания позади Петровской церкви. Мы находимся в Петербурге. Здесь это должно быть особенно понятно. У меня, конечно, нет времени, но все так интересно. Видите, как видно ли вам, как пилястры не достигают карниза. То есть, автор не владеет, не понимает ордера. И это косвенный аргумент в пользу того, что это царь рисует. То есть, он где-то видел, но не совсем понял. На это просто нет времени. Голландский шпиль и все такое. Мы не стали даже ставить картинку окончательного проекта. Когда мы выходим на московском вокзале на площадь, мы сразу видим надстройку над одним из домов за ротондой метро. Но когда вы выходите на ленинградском вокзале в Москву, вы теперь видите эту штуку над казанским вокзалом. Сравнялись. Как это было сделано? Там зона регулирования застройки и ей полагаются высотные регламенты. То есть, просто запись в документах правительства Москвы о предельных высотах. Эта запись просто растоптана. Юридически она оказалась полным нулем. Кстати, именно этот застройщик снес в суде сносную комиссию, потому что единственное ограничение этого строительства, которое было которое препятствовало началу строительства было возражение так называемой сносной комиссии. Ее снесли как межведомственную. Сказав, и суд с этим согласился, что межведомственная комиссия не может выдавать обязывающие протоколы. Но и правительство Москвы с этим охотно согласилось. Главный дзюдоист и правительство Москвы снесли сносную комиссию именно по этому поводу. Но, честно говоря, точно так же можно было бы и следовало снести в суде градостроительно-земельную комиссию, принимающую решение по ТЭПам, потому что именно она является центром принятия решений и она тоже является межведомственной. Градостроительно-земельная комиссия во главе с самим мэром города. Ну, о Заряде, что тут скажешь, церковь зачатия Анны, что в углу и искусственный холм. Это снова территория ЮНЕСКО, охранная зона объектов всемирного наследия. По нашему убеждению ничего такого здесь не могло быть. Огромнейшее обсуждение, уже многолетнее достоинство недостатков парка Заряди не имеет никакого значения в этом контексте. Этот разговор даже не должен начинаться. Охранная зона Кремля и группы памятников на Варварке не предполагала создания здесь ничего подобного. И главное, что здесь создан искусственный холм на мокром лугу, на месте, которое когда-то было ниже воды или заливалось, по крайней мере, в половодье. создан холм. Москва никогда, за исключением одного особого случая, не позволяла себе вторжение в геологию. Да, создавать холм на мокром лугу. Был один случай, когда прибавили холма в Кремле, потому что царскому дворцу при Борисе Годунове не хватало места. Это называлось взруб. От этого взруба уже не осталось никакого следа. Его выровняли по кромке Боровицкого холма. За исключением этого взруба вот это первый случай геологического вторжения в город. И на наш взгляд никакая архитектурная критика здесь не имеет значения. Собственно, все примеры про одно и то же. Я могу, наверное, их сократить. Это проект на площади Курского вокзала. Курский вокзал прячется слева за известным вам торговым центром. Вот нам рекламируют эти дома, с высоты которых, конечно, прекрасно будет видна Москва. Там, для примера, высотное здание на Котельниках в левой части кадра, у которого, наверное, этажей 30. Не буду останавливаться на юридических подробностях, но и это не вопрос архитектурной критики. Полуярославская набережная, набережная Яузы в районе Андрониково монастыря. Вот этот маленький промышленный участок не имел никакого статуса. На его месте нарисовано Сергеем Чобаном вот это. Почему вот это? Потому что ТЭПы заданы, и их надо впихивать. Таким образом, ключ к проблеме находится на градостроительной земельной комиссии, а вовсе не в голове архитектора. И уж, конечно, никакого визуально-ландшафтного анализа с критических точек нам предложено не было, но мы, в том числе присутствующие коллеги, его сделали в перспективе реки Андроников монастырь, музей Рублева, место, где монашествовал и погребен Андрей Рублев. Слева возникает вот такая кулиса, и возникает она над высоким озелененным берегом на продолжении территории знаменитой усадьбы Найденовых. То есть, на месте, где в течение ста лет удавалось удерживать естественный ландшафт Яузы. Вот возникает такая жесткая кулиса, и на наш взгляд, это тоже не вопрос архитектурной критики, это вопрос степов и правовых режимов. Я могу приводить эти примеры бесконечно. Смежная серебряническая набережная. Здесь была пустота, где допущена вырезка из охранной зоны. Мы понимаем, что она допущена не случайно. Вот проекты на этом месте. Критично здесь восприятие церкви троицы в серебряниках. Она всегда воспринималась вот эта голубая колокольня, последняя постройка Афанасия Абрамовича Гончарова, предка Натальи Николаевны, прожившего 91 год. Это человек, который пережил всех других сподвижников Петра. Самый поздний петровский человек. Успел попродавать паруса с фабрики Полотняный завод на нужды американской независимости. Начав с Петра, закончил войну за американскую независимость. Афанасий Абрамович Гончаров. Это его приход. И вот желтый ряд домов двухэтажных слева, это естественная высота Яузской улицы и берега Яузы. Но здесь появились вот эти семиэтажные зубы. Вот так они выглядят. Вот так выглядела набережная с этой выбоиной, где мы ожидали двухэтажное компенсаторное строительство. И вот так это выглядит сейчас с моста через Яузу. Мне особенно неловко показывать это в Петербурге, но я это делаю умышленно. Давайте я ускорюсь, чтобы у нас осталось время на разговор. Это называется жилищный комплекс нескучный. К нескучному он не имеет отношения, просто над ним нависает. Стоит довольно далеко. Нескучный сад, это вот эта зелень на Москве-реке. ЖК нескучный, это вот те небоскребы вдалеке. Вот это произведение. Стоит ли обсуждать его на языке архитектурной критики? На мой взгляд, не стоит, а стоит сделать врисовку с объектом ЮНЕСКО Новодевичий монастырь. Это, конечно, наша врисовка. Присмотритесь, пожалуйста, вот колокольня, она в лесах, но это не леса, а то, что вы видите по сторонам колокольни. Собственно, не нужно специально изыскивать ракурс, чтобы совместить небоскребы с колокольней. Вы движетесь по набережной у Киевского вокзала, и у вас здесь неограниченное число ракурсов, в которых эти небоскребы будут взаимодействовать с надвратной Преображенской церковью, со Смоленским собором, с Покровской церковью, с любым объектом Новодевичьего монастыря. Такой разговор даже не должен начинаться в правительстве Москвы. Между тем, конечно, это согласовано. Ну и напоследок просто символические картинки без комментариев. Это уже строится. Это перевернутый дом детского музыкального театра «Экспромт». Три этажа отзеркалины тремя этажами. Понимаете, и вот там цоколь наверху. Наверху цоколь. Понимаете, да? И там дальше земля. То есть небо – это земля. Не буду комментировать никак, просто это, чтобы вас повеселить в кавычки. Снос на этом месте. То есть этот дом вообще-то не существует. Это не он. И еще одна символическая картинка без комментариев. Старый московский университет, вид от Кремля. Что вырастает сзади? Новый этаж офиса городостроительного комплекса «Правительство Москвы». Это мансард до господина Хуснулина, до его перехода в федеральное правительство. То есть любая картинка оказывается символической. Вот как это может быть? Скажите, какие впечатления? Какие возникли мысли? Конечно, это серьезная полемика о том, что не стоит заниматься архитектурной критикой, если идет нарушение закона. Но здесь я вижу гораздо более сложную ситуацию, если честно. Дело в том, что те же, кто закон издает, те же его и нарушают. Это во-первых. Во-вторых, у нас помимо закона есть еще какие-то так называемые практики или подходы, при том, в разных городах, в разных регионах они разные. Это тоже интересно. Вот это вот ГЗК московская, не знаю, есть ли еще какие-то аналоги в других городах и регионах? По-моему, нет. Что такое это городсоветно-земельная комиссия? Для тех, кто не знает, это комиссия при московском правительстве, на которой принимают решение о том, что строить, как строить и сколько строить. При этом в этой комиссии из архитекторов, ну, по-моему, только главный архитектор города, и то сейчас даже он, по-моему, там не присутствует, насколько я знаю. То есть представители Моском архитектуры, но не ответственные за архитектуру как таковую. То есть сначала на этом земельном комитете принимают решение там преимущественно девелоперы о том, сколько, чего и где строить. Потом по этому документу девелопер заказывает проект, ну, вот, например, Сергею Чобану или еще другим архитекторам, которым, в принципе, все равно. Главное, чтобы это соответствовало документу, и можно было бы пройти экспертизу. И дальше речь идет на Городостроительном совете о том, насколько красивый фасад или некрасивый фасад. То есть, как ни странно, Городостроительный совет существует, и там сидят, присутствуют в этом совете очень уважаемые архитекторы, и их ставят просто в неловкое положение, предлагая обсудить упаковку или качество упаковки чего-то не очень качественного. То есть, вот такая вот практика. И это главное зло, которое, собственно говоря, провоцирует подобную ситуацию. Но, тем не менее, я не согласна с тем, что при всем при этом не должно быть архитектурной критики. Прежде всего, ее надо действительно развивать. Я, честно говоря, не знаю за последнее время каких-то серьезных архитектурных критических изданий, системных, научных. В основном это все какие-то полукуларные, извините, рассуждения о том, что этот мне нравится, этот мне не нравится. Я вот поклонник этого, я поклонник того. То есть, это достаточно поверхностная, популистская какая-то история, но не имеющая отношения к серьезному искусствоведению. И мне представляется, что проблема еще в том, что мы вообще в принципе не обсуждаем такие вещи, как образ будущего города. Что это за город такой? Почему мы обязательно должны загнать всех жителей в высотные дома? Кто-то об этом подумал всерьез. сколько этих домов, сколько жителей вообще должно быть в городе на квадратный километр? Почему начинают все время брать под козырек, когда какой-нибудь высокий начальник, съездив куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, говорит, ой, там было так круто, давайте у нас тоже так сделаем. Ну, это совершенно не подход. И дальше мы начинаем, ну, начальник сказался, побежали. Главное, теперь, значит, так, ну, чтобы жители не сильно выступали, надо красиво упаковать и рассказать, что это модно. Ну, я прошу прощения, то, что Херцог и Домирон при всем уважении к этой компании сделали на Бадаевском, это не модно. Вот ни разу не модно. На Бадаевском, я не назвал Херцога Домирона. Бадаевский. Бадаевский, хорошо. Значит, это, ну, это, так сказать, не знаю, застройка панельными домами серии, не помню какая, на юго-западной, только на ножках. Ну, для нас это не открытие, да, такая стилистика, ну, и поэтому здесь нужна архитектурная критика. Тут надо говорить, имеет ли этот образ отношение к будущему или нет, и в чем это заключается. Поэтому критика нужна, и она должна заключаться не в рассуждении о том, красиво это или некрасиво, достойно или недостойно, модно или не модно, в тренде или не в тренде, а вот именно с точки зрения будущего образа города, в том числе его будущего образа жизни, в том числе с точки зрения ценностей, которые вообще-то у нас тоже никак не обсуждаются, потому что поиск общей системы ценностей, мне кажется, это одна из насущных просто проблем, поскольку вообще двигаться куда-то не стоя на какой-то твердой платформе, ну, невозможно, наверное, да, все очень зыбко, все очень зыбко, и поэтому в этой зыбкости, в этой мутной воде очень легко и рыбу ловить, а самое главное дискредитировать профессию нашу, потому что из-за того, что есть вот эта практика, когда начальство тебя уже все приняло и решило, что здесь будет дом, плотность такая, этажность такая, то ты всего лишь исполнитель, исполнитель фасадов, и в итоге умирает практика обоснования градостроительных решений, таким образом, в принципе, исчезает основа профессиональная, и все превращается просто в набор картинок пинтереста, и если не нужен архитектор, который осознанно, профессионально, глубоко владеет темой обоснования архитектурного и пространственного решения, то зачем вообще нужна эта профессия, когда за тебя уже все решил застройщик, главный архитектор говорит, что вообще скоро профессия умрет, потому что все дома будут строить, делаться, выпекаться на мегапринтере, ну и вот, а мы хотим жить в городе, который испекли на принтере? Большой вопрос. Ну вот, какие-то такие эмоции скорее, чем какие-то конкретные предложения, хотя, наверное, из конкретных все-таки я бы подчеркнула, что критика нужна, что формирование образа будущего города необходимо, и это необходимо делать профессионально и научно, что критика должна быть тоже серьезной и глубокой, и что необходимо договориться об общей системе ценностей, и, наверное, также как-то это сформулировать глубоко, серьезно, с участием профессиональных искусствоведов. Спасибо, Нарина. Тогда, может быть, действительно, что называется в стиле Блиц, да, Сергей Ильич, в ответ на провокативный посыл вот этой презентации, нужна ли архитектурная критика буквально так, там, где нарушен закон, там, где действуют градозащитные аргументы прежде всего? Наверное, нужна, мы этого не знаем, потому что нет, еще не пробовали, я бы сказал. На самом деле, вот по большому счету никаких особых площадок для критики у нас нет. Ну, раньше вот был там Григорий Исаакович Ревзин, который в комиссарте что-то писал, вот он перестал писать по разным причинам, видимо, и, а где еще? Ну, вот, допустим, я буду писать, вот я пишу в Фейсбуке, а куда мне еще, собственно, пойти? Второй вопрос. Хорошо, допустим, я бросил свое сейчас место в высшей школе экономики и пошел критиковать. Меня кто будет кормить? Есть вообще какая-то востребованность? Кто-то покупает чтобы я это критиковал и был независимый? Я же там не говорю, что там потом еще побить могут вообще-то некоторые девелоперы, наверное, да? Ну, даже вот не эта защита, а в принципе, вот кто-то будет платить за то, чтобы я написал, чего я думаю. Ну, и так, то есть, короче говоря, у нас есть две волны, точнее говоря, две волны, которые текут в одну сторону. Одна волна – это, в общем-то, невостребованность обществу, культурной, ну, идеи сохранения памятников, сохранения нашей историко-культурной среды, а вторая волна, которая идет там сверху откуда-то от элит, это, ну, такая мысль, что, во-первых, все население страны, почти что, ну, по крайней мере, активное, нормальное, собрать в таких ноевых ковчегах, ну, такая флотилия или архипелаг, вот, главный ноев ковчег это Москва, то есть, совсюду сгрести людей, ну, как поставить их в такие условия, что жить как-то с деньгами ты можешь только в крупных городах, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москва прежде всего. Соответственно, Москва становится ресурсом, где надо построить как можно более, больше жилья, причем жилья как можно, ну, на одной и той же площади, как можно выше дома, чтобы просто туда засунуть как можно больше людей за деньги, а деньги кому-то забрать, да, и бороться с этим крайне сложно, откуда, в общем-то, это идет. А теперь, что касается законодательства, мне кажется, ну, в целом тоже, у нас немножко это законодательство недоработано, мягко скажем. Там есть такие параметры, ну, то есть, там не хватает некоторых дефиниций. Их, может быть, не хватает в нашем культурном пространстве. То есть, кто-то это понимает, но далеко не все. Проще говоря, у нас и у архитекторов идет такое объектное мышление. Это замечательно видно по провинции, меньше видно, ну, просто больше массы. Именно, ну, в больших городах, вот в Санкт-Петербурге, в Москве. То есть, архитектор, он еще, конечно, сам по себе, у него свой гонор и так далее, получает некий заказ, и он внедряется куда угодно, чтобы свой вот этот домик, украшенный там какими-то башенками, еще чем-то или ничем-то не украшенный, всунуть, ему все равно куда, потому что он видит только его. То, что он вторгается в какую-то историческую среду, его, в общем-то, не интересует, если интересует, он говорит, чем я хуже, чем ваш там, ну, не знаю, Бажен-Огурцов там или Бернини или кто-то еще, да, вот я тоже останусь в веках. А на самом деле, чего нам в этом смысле не хватает, мне кажется, значит, один подход, это рассмотрение городской, ну, ткань городской застройки и так далее, рассмотрение города, больших частей города, как единых тоже памятников архитектуры, просто создававшихся на протяжении десятилетий, столетий раз и создававшихся большими коллективами авторов. Вот если мы так будем рассматривать, да, ситуацию, тогда понятно, что вот человек, который чего-то там снес и куда-то там вторгся со своим вот этим небоскребом или чем-то еще в этом роде, он портит уже сохранившийся памятник. Ну, как если бы, вот, да, опять же, на картину Репина кто-то пришел бы и дорисовывал что-то свое, современный художник. Говорит, смотрите, вот я тоже хочу, чем я хуже Репина, я там еще останусь. Еще один аспект, это то, что было много раз, говорилось об этом еще в 80-е годы, я хорошо помню, средовой подход, средовой подход. Вот этого средового подхода на самом деле нету в головах, в том числе архитекторов, которые про это говорят. То есть среда, это для них только вот, ну, поставить скамейки, там перголы, вот еще чего-то, вот такое. А на самом деле мы живем, и я думаю, мы же в этом зале все это понимают, в таком своего рода в аквариумах. Вот аквариумы культурной среды. Я думаю, что в законодательство надо каким-то образом вносить новые понятия. Ну, например, пространство исторической памяти народов Российской Федерации. Вот что-нибудь в этом роде. И попробуй наружу. Вот если ты там хотя бы патриот, вот там скрепы и так далее, вот не то, что ты вторгаешься, там у тебя рядом памятник, еще один памятник, и ты пришел еще со своим будущим памятником и туда влез. Что если ты туда вторгаешься, то ты нарушаешь вот это самое пространство для нас сакральное и священное. Вот если, я думаю, будут работать, вот добавиться в законодательство какие-то понятия, а для начала просто, ну, в пространство общественного мышления, вот такого рода понятия, что у нас есть некий аквариум, и есть там параметры, частотные, в смысле частоты, ну, там, не знаю, насколько часто стоят окна, параметры, естественно, высотные, параметры этажности, чтобы не нарушать линию горизонта, там, где вот она есть, тоже исторически сложився, и прочее, в этом роде, вот тогда, может быть, мы что-то еще сумеем спасти, и тогда, может быть, и критика будет такая, что не просто мы рассматриваем вот это знание, как с этим Домироном, и прочим, это кошмар абсолютный на самом деле, почему это кошмар, потому что это еще прецедентный, причем, ну, вот мой аргумент был такой всегда, что, вы представьте, да, очень красиво, там, такие нарисованные почти прозрачные здания на ножках над исторической застройкой, вот если это сейчас полезет, оно полезет в Питере, в Москве, где угодно, над любой исторической застройкой, то есть, вот мы сейчас здесь сидим, а над нами будут такие же жилые дома, тут найдется место, куда поставить вот эти вот опоры, провести там лифты, канализацию, и это будет вторым, третьим этажом, как в фантастических фильмах, там, какой-нибудь пятый элемент, вот можете посмотреть, как там есть, и так далее, и тогда критики, возможно, будут не только рассматривать, там, какое здание красивое, некрасивое, на что оно похоже, на Западе, а еще то, как оно соотносится с исторической застройкой, ломает она его, не ломает, портит или нет, то есть, у критиков на это хватает этой самой компетентности и образования, но просто фактически нет площадки и нет, в общем-то, востребованности, ну вот как-то так. Спасибо большое, и тот же блиц вопрос к Олесе, чтобы нам, может быть, выйти из Москвы, нужна ли в Казани архитектурная критика там, где вступает критика городозащитная, вот на этой площадке, включена. Рустам, спасибо, Здравствуйте, Рустам меня представил как городозащитника, хотя действительно последние 9 лет я занимаюсь с точки зрения государственного управления развитием исторических территорий, и да, мы сюда привезли большую работу, посвященную развитию исторического поселения Казани, вот апеллируя к Нарине, скажу, что мы испекли на принтере специально вот эту модель города, которая здесь выставлена, чтобы рассмотреть внимательно именно город Казань, его историческое ядро, его концентрацию наследия, рельеф, и как он выглядит сегодня, и каким могло бы быть его развитие, то есть, и действительно для нас вот именно это было важно последние 2 года, когда большая рабочая группа по вручению правительства Татарстана выполняла работу создания концепции развития исторического поселения Казани, именно эта архитектурная, общественная, городозащитная дискуссия была включена в полную силу, и мы занимались поиском общих ценностей, о которых все говорят с такими эмоциями, это очень болезненно, это такой нерв, и в Казани тоже несколько есть таких примеров, сильно нарушающих историческую среду, примеров диссонансной архитектуры и фамилии, названные Рустамом в начале, в адрес которых прозвучала критика, ведь тоже наши казанские коллеги, мы тоже знаем, как появлялись эти объекты и с чем это было связано, то есть как не допустить ошибок в будущем. В этот диалог у нас было включено, можно сказать, что вся профессиональная архитектурная среда, городостроительные, наши все умы Казани, привлеченные эксперты, федеральные эксперты, и проведя такое большое исследование, то есть мы сделали, ну нам кажется, необходимые, нужные выводы и выстроили вектор вперед. И мы надеемся, что сегодня на нашем круглом столе, который вот следующий после вашего, мы более подробно об этом расскажем и надеемся, что вам тоже будет интересно послушать. Нам кажется, что мы выработали видение, на основании которого можно дальше и проектировать в историческом городе, и находить формы новой архитектуры, определять места роста новой архитектуры, и в то же время тот самый средовый подход, который все тоже ищут, и наши коллеги в наших соседних городах, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Саратове, тот же поиск идет на самом деле. И это с большим вниманием, они тоже за нами следят и ездят к нам сейчас обсуждать те же вопросы. Так что это актуально для всех городов действительно сегодня. И просто в масштабе Москвы и Петербурга, ну нам сложно говорить, мы говорим вот в своем масштабе, у нас 23 квадратных километра территория нашего исторического поселения. Поэтому мы приглашаем вас остаться с нами и поговорить с нами дальше еще о Казани. Спасибо. Спасибо. У нас, если не нахлестывать, да, один круглый стол на другой, как это бывает, то у нас есть всего несколько минут до начала круглого стола наших казанских коллег. Поэтому я еще раз, наверное, обращаюсь к залу. Возникли ли вопросы или реплики? Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я по поводу вашей реплики в Новодевичьем монастыря, где как раз накладывается на панораму Новодевичьем монастыря. Есть такая же накладка на Московский Кремль страны Москва-Сити, а я сам живу в Казани. Есть накладка одного небоскреба Казани и двух еще зданий на Казанский Кремль, когда въезжаешь с страны, ну, на поезде, да, с страны Юдина, когда едешь. И вот хотелось задать вопрос. Это вот эти три объекта культурного наследия, которые включены в ЮНЕСКО, там неправильно была сделана охранная зона, что позволило такое строительство, которое накладывает именно вот эти высотные объекты на панораму вот этих объектов, или все-таки в ЮНЕСКО запрещены вот именно наложения на панораму вот этих объектов? И есть ли это в законодательстве? Я просто сам, честно говоря, искал, я и не смог найти. Это вот первый момент по панораме. Есть ли в законодательстве других стран, которые запрещают какие-то, допустим, высотные строительства, даже если там нет, ну, не входят в охранную зону, именно тех объектов, которые накладываются на объекты ЮНЕСКО? Спасибо. Или другие какие-то ценные... По Москве могу ответить. Дело ведь не только в ЮНЕСКО. Кремлей много, и ЮНЕСКО тут не главное. Правда, можно вспомнить Коломенский стадион, например, из того, что на поверхности в Коломне у подножия Кремля, он не превышает Кремль, но он совершенно чудовищно с ним соседствует. Применительно к СИТИ, я только могу сказать, что объединенная охранная зона Кремля не достигает пресни, конечно. Мы соотносим объединенную охранную зону с буферной зоной ЮНЕСКО в терминах международного законодательства, хотя это соотнесение само по себе под вопросом пока в правовом смысле. Конечно, она туда не попадает, и все, что остается, на мой взгляд, оставалось, это проект еще 90-х годов, это тот самый визуально-ланшафтный анализ, который не значит ничего, он пренебрежим, он носит совещательный, рекомендательный и прочий характер. Насколько мне известно, когда Лужкову показали Кремль и небоскребы в проекте еще, в перспективах Москвы-реки, он сказал, а что, мне нравится. Вот, по-моему, это был единственный критерий, при том, что, конечно, Московская Сити была принципиальным жестом расцентровки Москвы, тут я могу увлечься принципиальным жестом, это анти-Кремль, это новый Кремль, это проект переезда учреждений правительства, и то, что сейчас вспухает вокруг Московского Сити, Бадай, тот же самый, да, и Трехгорка, это метастазы Сити, конечно, да, это альтернативный центр подрастает вокруг основных небоскребов, вокруг вот такого анти-Ивана Великого. Я не знаю, кто из них конкретно анти-Иван Великий, возможно, он еще не построен. Тут нам еще Сергей Александрович Скуратов перерисует. Вот, там нет пределов высотности в этом смысле. И Собянин только что сказал, что проект завершен только на 75%. Вот, какова будет высота 25%, мы не знаем. Это вот что касается Москвы. Про Казанский, Кремль, объект Венеска я сказать не смогу. Андрей, это юрист нашего общества охраны памятников, и задавая вот прямо здесь вопрос, мне, конечно, очень интересно отвечать. Да, если есть такая возможность юридически, почему мы, градозащитники, это не используем? Потому что, ну, в Москве, я знаю, что и в Питере, по-моему, когда хотели построить охтоцентр, она накладывалась в том числе на Исаакиевский или Казанский собор, вот я видел, я сейчас точно не помню. И если это есть возможность, почему мы не используем это? Весь вопрос, собственно, в том, а что надо охранять, и что надо сохранять? У нас практика, которая сохраняет объекты, или в крайнем случае ансамбля, в то время как, я знаю, что, ну, например, в французском законодательстве сохраняется пейзаж. То есть это гораздо более многосторонняя, многогранная и слоистая история. И в этом случае, если мы сохраняем пейзаж, то, конечно, охранные зоны и условия сохранения пейзажа методически очень сильно будут отличаться от того, как это происходит у нас. Конечно же, если мы хотим говорить о сохранении ценных пейзажей, иконических видов, образов наших городов, а на самом деле вся архитектурная деятельность, игростроительная деятельность направлена на создание образов городов с определенным образом жизни. Так вот, если мы договоримся о том, каков образ наших городов, то тогда мы сможем договориться о том, какие части пейзажа абсолютно полноценные, абсолютно ценные, и их надо зафиксировать в том виде, в каком они есть, и охранять так, как они есть, а какие еще требуют какой-то доработки и усовершенствования, и придать этим пейзажам какой-то другой режим и статус. Но действительно действовать, мне кажется, в этом случае нужно пейзажами. И такая практика мировая существует. Мне кажется, мы тему довольно, конечно, полно раскрыли. Дальше можно при желании приводить примеры, примеры, посещать мысли на разные города, и все это будет очень похоже, конечно, в чем-то главном и в печальном. Но, на мой взгляд, наверное, все-таки отсутствие вопросов означает, что мы с вами тему сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!